Евгений Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Как мне кажется, сейчас очень большую обеспокоенность вызывает милитаризация Польши. Недавно прочитал новость о том, что Польша начала устанавливать на границе с Белоруссией противотанковые ИЖИ. И это вкупе с тем, что у них очень многочисленный контингент НАТО находится на территории, не может не вызывать тревогу. А как вы считаете, стоит ли нашему союзному государству опасаться возможных опрометчивых действий со стороны польского руководства? Насчет ИЖИ, понимаете, это сейчас общая тенденция во всех приграничных, и с Россией, и с вами такая тенденция строить заборы, рыть рвы. В Финляндии вот тоже забор строит. Вот Польша строит заборы, Балтийские страны, Эстония забор строит. Все хотят строить заборы. Но, вы знаете, я все-таки думаю, что они не сумасшедшие нападать на Россию. Скорее всего, они строят заборы и роют рвы, боятся, что мы их завоюем. Ну, если есть желание, если есть деньги, ну, пусть строят, пусть роют. Я лично в этом не вижу никакой прямой угрозы. Хочется порыть, пусть роют и ИЖИ устанавливают. Может, еще что-нибудь установят. Но даже если нет прямой угрозы для Белоруссии или России, тем не менее, очень часто в последнее время слышу такое мнение, что Польшу могут подтолкнуть к тому, чтобы она напрямую участвовала в конфликте России и Украины. А как вы считаете, насколько вероятен такой сценарий? Вы понимаете, конечно, угроза эскалации существует. Это однозначно. Но я вот лично считаю, если они начнут, примут решение о поставке боевых самолетов, то самолеты, ну, объективно базироваться на территории Украины им негде просто. Аэродромная сеть не в том состоянии. Дело даже там не во взлетно-посадочных полосах, а в том, что для западных самолетов, вообще для самолетов, нужна аэродромная инфраструктура. Нужна инфраструктура обслуживания и ремонта. Причем эта инфраструктура должна быть именно для западных самолетов, для тех, где в 16-х, там Рафали, Миражей, Гриппинов и так далее по списку. Все это сделать в условиях Украины, в которой все аэродромы находятся под огневым воздействием Российской Федерации, это просто глупо. Поэтому они наверняка будут базироваться на аэродромах Польши, Румынии, Словакии и соседних стран. Ну а дальше пусть американцы думают, стоит им начинать Третью мировую войну или не стоит. Я думаю, что в этом случае американцы скажут, все, ребята, это дело ваше. Хотите воевать с Россией, воюйте. Мы вас, конечно, поддержим политически, экономически, но воевать вместе с вами мы не будем. Я, кстати, не в первый раз слышу, что, вот вы говорите, самолеты на территории Украины попросту негде размещать. И я слышал, что те же челленджеры, которые Великобритания обещает поставить Украине, они для Украины тоже не особо пригодны. Учитывая их вес. И не только челленджеры, и абрамсы, но леопарды еще и то, очень тяжелый танк. Потому что, понимаете, вся территория, вся инфраструктура Украины, равно как инфраструктура Беларуси и Российской Федерации, все-таки заточена под нашу технику. А наша техника вся в пределах 50 тонн. А все эти танки, ну челленджер вообще самый тяжелый. Там, по-моему, 64 тонны. Абрам 63 тонны, леопард около 60. Все они очень тяжелые. Мосты, переходы, ну все это не для... Ну я уж не говорю там о украинском черноземе. Очень тяжелые танки. Очень тяжелые танки. И более того, опять же, все упирается в ремонтную базу. Они очень капризны. Есть электроника в достаточном количестве. Будут выходить из строя. Ну вот сейчас вроде там Польша какой-то там построила хаб для ремонта этой техники. Они что, будут таскать эти танки, скажем там, из Восточной Украины в Польшу каждый раз на ремонт? Ну это какой-то абсурд. Танки должны ремонтироваться либо, так сказать, в полевых условиях при помощи подвижных мастерских. Либо должно быть где-то в какое-то стационарное ремонтное предприятие в достаточно близкой досягаемости. А таскать это в Польшу, я думаю, что они не натаскаются. Ну и для управления этими танками же и нужны соответствующие экипажи. И не уверен, есть ли они у Украины. Ну, якобы они готовят экипажи. И даже хвастаются, что тут ничего сложного нет. Хотя я в это не верю. Потому что все, тем более сейчас у них идут уже, скажем так, молодые выпускники их училищ, которые вообще не имеют никакого боевого опыта, не знаю, посмотрим, время покажет. Но пока у меня вот эта вот эпопея с танками, когда называются цифры, там целых два батальона мы обеспечим этими леопардами. Или там Польша поставит 4 танка, там Германия 6 танков, Португалия 1 танк и так далее по списку. И так начинаешь считать, и получается там 35. Ну, что это такое? Российская Федерация за последние месяцы произвела там порядка тысячи танков. Т-90, прорыв. Поставляются на фронт, идут они непрерывным потоком. Ну, что нам, бояться 100 леопардов, что ли, так, от максимума? Ну, и насколько я знаю, кстати, по характеристикам, во всяком случае, по тем же тепловизорам, Т-90, они превосходят челленджеры те же самые. Да, да челленджер вообще танк. У него нарезная пушка, у него много очень недостаток, у него слабая броня. Англичане уже, по-моему, отказались от поставки челленджеров, уже откатили назад и сказали, мы тут проанализировали, и наши челленджеры вам не подходят. Намучаетесь с ними, поэтому мы лучше подумаем о снарядах или о чем-нибудь другом. То есть челленджеры уже, по-моему, с повестки дня сняты, так же, как и Абонсы. Французы тоже там просвоили клерк, поговорили, поговорили и тоже замолчали. Остались одни леопарды. То есть обули, обули беднягу с Шульца, заставили его взять на себя обязательства по поставке, а сами быстренько откатили. Кстати говоря, поставки оружия и техники, да, это одно, но я слышал такое мнение, что если и они не возымеют должного эффекта и не скашутся каким-то коренным образом на ситуации на фронте в пользу ВСУ, то дальше Запад может направить в Украину уже живую силу. И здесь опять же речь о Польше идет. Для нас самое главное не воевать с американцами. Понимаете, с Польшей, да мы и с американцами справимся, но с американцами это ядерная война. Это просто будет глобальная катастрофа, взаимное уничтожение. Там уже ни Америки, ни России, ни Европы, этого уже ничего не будет. Будет только Китай, Индия там, и вообще неизвестно, что будет с этой планетой. Поэтому я думаю, что американцы, они, ну, не знаю ситуацию, при котором американцы напрямую бы ввязались с нами в войну. Вот точно из-за Польши они ввязываться не будут. Скажут, поляки, молодцы, мы в вас верим, вы очень воинственная, мощная нация, воюйте. А мы вас будем политически поддерживать. Ну, экономический денег вам будем давать, технику, может, дадим. Ну, вот и все. То есть, ну, поляки тоже, насколько я знаю, они в одиночку с нами воевать тоже не хотят. Тем более и с нами, и с вами тогда придется воевать. Уже это будет объединенная группировка. Поляки тоже понимают, что в Беларуси это в военном отношении тоже достаточно мощная единица. Во всяком случае, сопоставимая с Польшей. Но вот что касается возможного втягивания уже американцев в военный конфликт, то я слышал такое мнение, опять же, это было опубликовано, по-моему, в китайском издании Global Times, о том, что американцы могут помочь организовать Украине наступление на Крым и будут поддерживать их авиацией. А там, насколько я понимаю, авиация в случае возможного наступления просто необходима. Если они будут поддерживать авиации, то это будет Третья мировая война. Тут не надо, так сказать, питать иллюзии. В конце концов, все это кончится глобальной катастрофой. И все это понимают, я думаю. И американцы понимают, и европейцы это понимают. Поэтому, а вот как осуществлять наступления, о которых очень много говорят, не иметь практически авиации, в Украине там, ну, считанные эти самолеты, которые время от времени летают с вертолетами. Я, как военный человек, я этого вообще представить себе не могу. Для того, чтобы проводить более-менее успешную наступательную операцию любого масштаба, нужно, так сказать, превосходство, а лучше господство в воздухе. Ну, по крайней мере, превосходство в воздухе. И мощная авиационная поддержка. У Украины этого нет. Одними танками и артиллерией обычно наступательные операции не проводятся. Тем более, что и того, и другого тоже у Украины не так много. Сейчас все чаще, вот опять же, говорят о том, что в отношении России может быть открыт второй фронт. И под этим подразумевается Приднестровье в первую очередь. А как вы считаете, насколько вероятно то, что Украина действительно может попытаться организовать там что-то похожее, ну, на провокацию даже, скажем? Ну, вы знаете, ну, Приднестровье, конечно, это оно всегда было такой достаточно уязвимой точкой для Российской Федерации. Но, естественно, общей границы у нас нет. Приднестровье, я не знаю, сколько сил и средств Украина может выделить на то, чтобы, так сказать, атаковать Приднестровье. Не думаю, что очень много. У них сейчас других забот хватает. Но в других участках фронта, с учетом и плюс там свое наступление они готовят где-то на юге. Но Приднестровье тоже же они не совсем уж беззащитные. У них тоже есть своя национальная гвардия. Ну, МОП-рисус, конечно, у них ограничены. Но несколько десятков тысяч человек, я думаю, они под ружье поставить могут. Поэтому просто так Украина, ну, Молдова, с точки зрения оснащенности вооруженных сил, там тоже достаточно все очень-очень-очень скупо у них и с вооружением, и с теми же самолетами. Поэтому я как-то не очень верю в это, что молдавское правительство готово развязать войну на своей территории, понимая, что ущерб будет немаленький для них. Ну и кроме того, в Приднестровье же есть и российский миротворческий контингент. Российский, понимаете, российский миротворческий контингент, ну, скажем так, два батальона, там полторы тысячи человек. Но я всегда уже, еще когда служил, когда слышал от всех западных своих визавей, что Россия должна вывести свои войска из Приднестровья. Я говорю, ребята, если вот так по-честному, то вывод российских войск из Приднестровья будет означать, вот, командир этого контингента, знамя, подмышку, сейф, сел в поезд и уехал. Все остальные, потому что все остальные военнослужащие, это местные жители с российскими паспортами. Вот и все, они все останутся. То есть никто оттуда уходить не будет. То есть это просто российский контингент превратится, так сказать, часть общей группировки Приднестровской республики под командованием руководства Приднестровья. Вот и все. Тут, как мне кажется, еще существует такой важный элемент, как очень-очень крупный склад боеприпасов. Не надо иллюзий. Вот я много читал о том, что вот эти склады в Колбасной, там, если украинцы, это будет цель, они захватят эти склады и год могут воевать. Но, во-первых, да, это достаточно, достаточно крупный арсенал. Это были склады ставки юго-западного направления советской армии. Плюс туда в свое время выводились, ну, когда выводилась наша группировка, и южная группа войск из Венгрии, плюс частично западная группа войск. Все там было сосредоточено. Вот на момент, когда мы начали этим заниматься, вот 92-й год, я помню, 40 тысяч боеприпасов различных калибров. Причем там были снаряды, там аж 36-го года выпуска. Ну, не буду там деталей, там очень длинные истории, как мы уничтожали, пытались уничтожать это дело, все утилизировать. Сейчас там осталось меньше 20 тысяч. Это не так много. Это не так много, причем в основном это, насколько мне мои бывшие коллеги сказали, в основном остались стрелковые боеприпасы для стрелкового оружия. Ну, есть и артиллерийские, конечно, для пушек БМП, там 30-ти миллиметровые. Но самая главная проблема заключается в том, что все боеприпасы, как любой продукт, они имеют срок годности. Вот мне мои специалисты сказали, что 30 лет это практически на максимуме. Потому что пороха, которые там, они меняют свои свойства, ну, как говорится, законы физики никто не отменял. Но если, например, вот в российской армии, да и в любой армии, если вы хотите продлить срок, эксплуатационные сроки этих боеприпасов, вы должны, так сказать, закомплектовать этот боеприпас, достать порох оттуда и отправить в специальную лабораторию. Все эти специальные лаборатории, они находятся в Приднестровье, их нет. Я думаю, что последние 30 лет никто этим не занимался, никто там продлением сроков годности этих боеприпасов никто не занимался. Это первый момент. Второй момент. Я помню, когда мы, это был год, наверное, 2003-2004, то есть мы договорились с ОБСЕ, там с Украиной договорились. То есть мы попытались сначала методом подрыва. Там с близлежащих украинских сел, учитывая, что там два километра от границы, там крыши подлетали эти соломенные. Они запретили нам это дело делать. Начали с помощью ОБСЕ, там специальные установки, но это медленно. Но договорились вроде с украинцами, они сначала не пропускали. Давайте начнем вывозить. А Приднестровцы сказали нет. Взяли, выставили свое оцепление и сказали, ни один боеприпас эти склады не покинет. Это наша гарантия нашей независимости. Поэтому и не дали нам вывезти, мы не стали настаивать, но хотите, похороняйте. Вот и все. Поэтому я не исключаю того, у нас были такие в Грузии прецеденты. Они просто заминированы, я уверен, эти склады. То есть если украинцы захотят захватить, они их просто взорвут, и все эти склады, и ничего там не останется. Поэтому иллюзия о том, что украинцы захватят эти склады, вооружатся, и будут год этими снарядами воевать, это далеко не факт. Я думаю, что это вообще миф. Это совершенно очевидно, что так просто, им никто там вооружиться не даст. Но вот вы сейчас упомянули Грузию, и буквально недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что протесты в Грузии оркестрируются цитата извне для того, чтобы создать дополнительный очаг напряженности у российских границ. А чем в перспективе могут быть опасны вот такие вот рычаги напряженности, если эти протесты не подавят все-таки? Ну, во-первых, эти протесты – это их внутреннее дело. Во-вторых, если речь идет о том, что вот там кричат «Супуми», там «Войну опять пойти на Россию». Ну, вы знаете, ну, восьмой год показал, причем в восьмом году российская армия была не в том состоянии, в котором сейчас. Ну, вот я помню, вот в горе стояла бригада у них. Горе недалеко там от Схенвала, там небольшое расстояние. Там стояла бригада, которая была выведена из Ирака. Плюс там большие склады, ну, в основном, конечно, таких стрелковых боеприпасов. Ну, там техники не было, только в основном боеприпасы. Ну, и боеприпасы вещевое имущество. Так вот, когда грузины услышали, что идет на них батальон «Лосток» чеченский, все снялись и убежали. Уехали, бросили, все. Дорога на Тбилиси была, ну, вот, там 200 километров, по-моему, открыта. Заходи, не думая, что они решатся тоже напасть. Вот эти вот вторые фронты со стороны Молдавии, Грузии. Это, с моей точки зрения, по-моему, это иллюзия. Недооценивать нельзя, опасность есть. Ну, да, но в восьмом году сколько эта война с Грузией? Пять дней, по-моему, продлилась, если не ошибаюсь. Но сейчас основное внимание России, оно все-таки сосредоточено на Украине. И любое отвлечение этого внимания... Ну, вы не думайте тоже, что вся, так сказать, вся российская, все российские вооруженные силы задействованы вот в этой специальной войне. Ну, да, это понятно. Понимаете, ну, мы много чего еще не задействовали. С той же, с Грузией, Молдавией, ну, с учетом того, что у них системы ПВО вообще такие... Ну, уж не знаю, какие там у них средства советские остались. Но у нас же авиация практически не задействована пока что. Я не могу объяснить, так сказать, почему наш генеральный штаб. Но авиация задействована, ну, просто на минимум и минимум. Стратегическая авиация так вообще не задействована. Один раз только. Ну, да, и ей поставили вот эти вот Петриот, так называемые. Но, насколько я знаю, они эффективны против баллистических ракет. А против крылатых... Да не то, что они эффективны там против баллистических ракет. Эффективность Петриотов, она тоже, знаете, ну, где-то процентов 70. Вот если бы они сейчас действительно поставили в Украине достаточно там не два дивизиона, но хотя бы там 10-20 дивизионов, и они бы действительно, так сказать, в реальном бою себя начали проявлять, тогда бы можно было оценивать. Пока что я не вижу, не помню, так сказать, случаев, чтобы вот эти Петриоты были задействованы в реальном военном конфликте, в реальных боевых действиях. Ну, вот в Саудовской Аравии там вот куситы там на эти нефтяные промыслы совершили налет. Ну, там, правда, дроны были против дронов, эти Петриоты. Но все равно ничего не сбили. Корейскую ракету вот они пару раз запустили над Японией, пытались Петриотов, но не достали по высоте эти корейские ракеты. То есть, ну, хорошая, наверное, система. Но мы в свое время, я помню, когда мы с американцами сотрудничали, вот с 2000 по 2008 год, вот 8 лет, учения проводили по совместимости. Вот мы их пытались вытащить на ушел, на наш полигон под Астраханью. Говорим, давайте поставим, мы поставим трехсотку свою, и вы поставите Петриот. Давайте сравним, как они могут действовать в тандеме, их эффективность. Американцы так и не согласились. Немцы уже предлагают, американцы далеко тащить. Дорого. Немцы говорят, ну, давайте мы свои Петриоты притащим за свой счет. Американцы им запретили. Не знаю. Поэтому вот эти все мифы, что Петриот, как бы это палочка-выручалочка, и сокрушит всю российскую авиацию. Я в это не верю. А что можно сказать о тех же Хаймерсах? Потому что вокруг них тоже очень много шумихи в связи с поставками в Украину. Нет, это хорошая эффективная система. Ну, почему? У нас есть аналогичная торнадо С. Она ничем не уступает и даже превосходит Хаймерса по дальности. Нормальная эффективная система. Это, так сказать, наша головная боль. Но, к счастью, конечно, американцы не могут поставить. Понимаете, для конфликта такой интенсивности вот этот вот объем поставок, он впечатляет. Вот когда смотришь на этот список, там, 50 стран, там, потом смотришь на правую сторону. Один, два, три, восемнадцать. Но когда складываешь, вроде цифры получаются трехзначные. Но это все разнотипное. А если взять Хаймерсы, то получается, там, я уж не помню цифру, ну, порядка сорока где-то они поставили комплексы. Но это не те цифры. Нужно-то, если действительно такая широкомасштабная, на такой линии фронта, тысяча с лишним километров. Но должно быть не сорок, а четыреста, а лучше восемьсот. А это американцы не могут. Не знаю уж почему, но, во всяком случае, поставки ограничиваются. Там, десять, там, пятнадцать максимум. Кстати говоря, от военных экспертов слышал и такое мнение, что белорусский полонез ничем не хуже, а в чем-то может быть даже лучше Хаймерс. И белорусский полонез, правильно, потому что я уж говорю просто пророссийские образцы. Ну и у вас тоже есть прекрасные образцы, которые, так сказать, у нас единая советская школа. Ваш полонез и наши торнадо, это, в общем-то, делались либо одними и теми же людьми, либо в тесной кооперации. Поэтому я не сторонник превозносить западные образцы вооружения. Я пока не видел, тем более, что американцы, у них все вот это вот, их чудо-оружие, оно все, скажем так, не прошло проверку реальным боем. Вот реальным боем оно проверку нигде не проходило, потому что все их войны, Югославия, Ирак, Ливия, все с воздуха, все, так сказать, ковровые бомбардировки, томогавки. Ну да, на земле они практически, ну, в Ираке там купили эту республиканскую гвардию Хусейна, вошли в Багдад практически без выстрела. А двигались от Басара до Багдада там, по-моему, два месяца по пустыне. Ну, то есть, я не склонен превозносить вот американское оружие, американскую там, вот мы самая боеспособная армия, мы там ого-го. Ну, российское оружие, я абсолютно согласен, ничем не хуже, а если взять тот же «Искандер», оно гораздо превосходит. И «Искандер», и бронетехника, понимаете, у американцев, у них, в чем они действительно сильны, это авиация. Вот авиация, да. По всем остальным, наши комплексы ПВО лучше американские. У них, кроме вот этого «Патриота» ПАК-3, ну, нет ничего у них. Все остальные системы, но они, поэтому они очень боятся, так сказать, их куда-то вот поставить, на Украину, а вдруг они опять себя покажут не так. Как продавать тогда? Они же, так сказать, в основном экспортно-ориентированные ВПК. И, кстати говоря, Россия очень большую помощь со стороны военной поддержки оказывает Беларуси. И в этой связи хотелось бы вспомнить о том, что, как вы слышали, наверное, украинский диверсант, он пытался взорвать российский самолет на белорусском аэродроме Мочулище, но был задержан. А как вы считаете, для чего СБУ организовала эту провокацию? Потому что, ну, достоверно известно, что это СБУ стояло за ней. Вы знаете, ну, трудно понять, зачем. Тем более, я понимаю, если бы у России был один вот этот вот А-50-й, но их далеко не один. Поэтому, ну, хорошо, даже если бы удалось повредить этот самолет. Но зачем? Ну, просто как такой демонстрационный, наверное, террористический акт, чтобы показать, как далеко могут, так сказать, дотянуться руки Украинской службы безопасности. И насколько широка и отважна их агентурная сеть. Ну, мне кажется, это какой-то жест отчаяния, потому что военного смысла я в этом особого не вижу. Я говорю, имеет смысл, если бы он был действительно какой-нибудь уникальный, единственный образец. Вот как, например, у них МРИ стояла в Гастомеле, которые они сами же уничтожили. Но вот это можно было охранять. Сейчас охранять нечего. А-50-е, ну, прилетел бы другой. Как вы можете оценить работу белорусских спецслужб, которые оперативно задержали вот этого вот террориста? Нормально, хорошие спецслужбы. Недаром у вас осталось КГБ. Поэтому все, так сказать, все, что было в Советском Союзе, а советский КГБ считалось самой сильной разведкой, контрразведкой. Мы, к сожалению, благодаря нашим первым руководителям многое уничтожили из советского наследия. Но сейчас, правда, восстановили очень многое. А вы-то все сохранили. У вас ничего не уничтожалось, ничего не реформировалось. Как было КГБ Белоруссии, так оно и осталось. КГБ Белоруссии. Только, так сказать, без приставки Советского Союза. Вот и все. Но это ведь, кстати говоря, не единственный теракт, который организовала СБУ на территории другого государства, если вспомнить тот же захват заложников в Брянской области. Но, к сожалению, понимаете, конечно, симпатизантов Украины достаточно. На нашей территории, наверное, и у вас они есть. Поэтому вербовочная база достаточная для работы украинских спецслужб. Ну что ж, ну будем, я уверен, что наши службы и ваши службы борются с этим, противодействуют, где-то пропускают, но абсолютной защиты нет нигде. Ну, я думаю, выводы будут сделаны. Я вообще считаю, что вот после Брянского вот этого нам нужно просто укреплять границу. У нас совершенно же, у нас нет границ с Украиной. Вот 370 километров Брянской области, это совершенно открытая граница. Я думаю, что нужно ее оборудовать и в инженерном отношении, и систему постов там полностью обустраивать. В общем, нужно нормально обустраивать границу с враждебным государством, а не думать о том, чтобы родственники из соседних сел уходили друг к другу, так сказать, свободно и не опасаясь ничего. То есть есть определенные каноны, как оборудуется граница, и инженерное заграждение, и минирование. И вот в этом плане я считаю, что нужно оборудовать российскую границу с Украиной без сомнений. Ну, что касается выводов, которые должны быть сделаны из этого, я слышал и такие мнения, что СОО все-таки нужно переформатировать в какой-то другой тип боевых действий, в то же КТО, например. Мы не ставим, конечно, захват чужих территорий, нам нужно освободить свое, нам нужно освободить вот эти четыре области, которые вошли в состав Российской Федерации. Вот за них мы воюем. Объявили бы, что это не специальная военная операция, а контртеррористическая операция. В чем разница для наших военнослужащих? Боевые действия те же самые были бы? Ну, естественно, я думаю, что те же самые бы. Если бы это, например, касалось таких аспектов, например, в СВО нельзя задействовать авиацией, а вот контртеррористической можно, а вот если еще сказать, что мы войну объявили, то можно еще что-то задействовать. Но, по-моему, это все какие-то такие надумки. Еще, как мне кажется, тут вопрос в восприятии фигуры Зеленского, который пока рассматривается как президент, но в случае объявления КТО он же вполне может быть признан руководителем террористического государства. Ну, вы понимаете, ну хорошо, ну признаем мы его руководителем террористического государства, но что от этого для Зеленского? Он что, будет меньше привечаем на Западе? Меньше выступать будет с видеообращениями в СанбезиоОН? Ну, мы не можем это блокировать. Но тут уже Россия будет воспринимать его по-другому. Пока что он выглядит для россиян, по-моему, как договороспособная фигура. Пусть и уже очень-очень мало. Вы знаете, ну, насчет там договороспособности, я тоже придерживаюсь такого мнения, как-то большинство, что говорить о каких-то там перемириях, тем более, это надо с американцами говорить, это не с Зеленским, потому что, ну, с Зеленским, несмотря на то, что американцы говорят, что все решения принимают украинцы, но практика показала, что вот в апреле месяце же, были прошлого года, все было готово для подписания договора с украинцами. Ну, и израильтянин уже сказал, у меня документы есть, могу показать, черновики. Речь шла о Донбассе, Крыме и нейтральном статусе. Все уже было готово. Приехал Джонсон и сказал, мы с американцами считаем, что воюй дальше, мы тебе поможем. И все. И хотел этого там Зеленский, а заключили бы там мир в апреле, отдал бы Крым Донбасс. И не было бы вот этих разрушений, не было бы этих десятков тысяч убитых. Херсон и Сапорожки по-прежнему были бы в составе Украины, кстати говоря. Ну, вот, да. А сейчас к ним вполне возможно и Одесса, и Николаев добавятся. Вот это другое дело, понимаете, там и Одесса, Николаев, Харьков, тут многое можно, так сказать. Нам главное сейчас выполнить задачу, минимум вот эти четыре области освободить. А дальше уже видно будет, насколько они будут готовы к тому, чтобы сесть и что-то фиксировать. Пока-пока к этому не готовы ни Россия, ни Украина. Что ж, спасибо вам большое за эту беседу, за интересные и содержательные ответы. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok